Здравствуйте, в эфире программа безопасности и я ее ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни. И, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Спонсор выпуска – Новосибирская областная федерация дзюдо. Дзюдо – философия мягкого пути, искусство повседневной жизни и хранилище бесценных национальных традиций. Дзюдо – вежливость, смелость, искренность, скромность и самоконтроль. Дзюдо – физическая сила, ум и благородство. Федерация дзюдо Новосибирской области – это более 3000 спортсменов и 40 клубов, в которых работают 80 тренеров. Дзюдо – кратчайший путь к победе. Дзюдо – это твой выбор. Сегодня в программе. Исходя из какой тактики ведения боевых действий складывалась легенда учения, которое прошло у нас в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне? Кого и за какие заслуги назначили командиром городских полицейских? И какие планы у нового руководителя управления МВД России по Новосибирску на предстоящую работу? Отчего зависит общая безопасность на дорогах крупного мегаполиса? Почему новосибирские специалисты уверены, что количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий может влиять на травматизм? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. В начале 20 века в результате военных действий среди погибших около 30% было население. Остальные 70% составляли военные. Во Второй мировой войне количество жертв среди мирных людей дошло уже до 50%. К концу столетия эта цифра приблизилась к 95%. То есть потери среди военнослужащих составляли оставшиеся 5%. Именно исходя из этих данных, из того, что тактика ведения боевых действий в последнее время сильно изменилась, создавалась и легенда учений, которая прошла у нас в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Спасатели ликвидировали последствия крупной дорожной аварии с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате ДТП, согласно вводной, есть погибшие и пострадавшие. Как действовали спасатели, сейчас увидите. Учения в Новосибирской области проводились в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Напомним, что гражданская оборона – это специально разработанная система действий и мероприятий по защите населения культурных и материальных ценностей страны от опасностей, возникающих в результате в том числе и военных манипуляций. То есть в данном случае отрабатывались действия спасательных подразделений в соответствующих немирных условиях. Мы побывали уже на третьем дне учений. Первый день была проверка уточнения планов действий. Второй день мы занимались отработкой вопросов и проверкой развертывания объектов гражданской обороны, сборных авакопунктов, приемных авакопунктов. Сегодня, завтра мы отрабатываем третий этап. Это именно действия сил и средств всех уровней при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данную тренировку по ликвидации последствий крупной дорожной аварии проводили на полигоне Сибирского спасательного центра МЧС России. Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозящего щебень, с пассажирским автобусом. В результате погибших 10 человек, пострадавших различной степени тяжести 11 человек. Проводились практические действия по деблокированию пострадавших из легковых автомобилей, из автобусов, по оказанию им первой помощи эвакуации в лечебные учреждения каретами скорой помощи. В этот раз легенда учений потребовала задействовать множество техники личного состава спасательных подразделений. Выполнение задачи осложнялось еще и тем, что масштабное ДТП буквально пролизовало движение по одной из федеральных трасс. Для ликвидации последствий привлекались у нас аварийно-спасательная служба Новосибирской области, пожарно-спасательные части Кочуневского района, аварийно-спасательные подразделения Сибирского спасательного центра, ну и соответственно государственные инспекции дорожного движения и медицинской помощи. Кстати, кареты скорой медицинской помощи весьма оперативно отвозили раненых в лечебные учреждения. А пожарные расчеты успевали не только машины тушить, но и сухую траву вокруг, чтобы не дать распространиться огню. В общем, получилось действительно масштабно. Все были заняты какими-то своими делами и вроде как друг другу не мешали. Суть и цель тренировки, всероссийской тренировки по гражданской обороне, именно проверить силы и средства органов управления на готовность к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день уже по большому счету нет смысла делить на ЧАЭС мирного и военного времени. Есть понимание, что изменится характер ведения войн. Соответственно, у нас в основном угрозы военного времени будут соответствовать крупномасштабным чрезвычайным ситуациям мира. Уже в пятницу, 7 октября, спасательные подразделения отрабатывали ликвидацию дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля, перевозящим источники ионизирующего излучения. Такие силы, способные эту абарию локализовать и ликвидировать, у нас, оказывается, тоже есть. Даже в полиции, которая действует на основании собственного закона, различных актов и инструкций, многое зависит от командира того или иного подразделения. Тот самый пресловутый человеческий фактор зачастую выходит на первое место в вопросах обеспечения работоспособности и эффективности действия сотрудников отдела или управления полиции. Поэтому значение того, что в управлении МВД России по Новосибирску наконец-то появился руководитель, факт для города значимый. Новым командиром городских полицейских назначили опытного оперативника и управленца, которого офицером управления представил лично начальник областного главка. Мы выяснили, кто стал главным полицейским сибирской столицы и какие планы у нового руководителя на предстоящую работу. Руководящему составу Управления МВД России по Новосибирску и районных отделов полиции города нового начальника Юрия Горчакова представил генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов. Он рассказал, что в органах Юрий Михайлович с 1993 года много лет проработал в уголовном розыске, а после и на руководящих должностях. Замначальника полиции, замначальника управления МВД России по городу Новосибирску, начальником полиции, а после того, как прежний руководитель управления ушел на пенсию и исполняющим его обязанности. За этот период зарекомендовал себя только с положительной стороны. Те задачи, которые ставились перед управлением по городу Новосибирску, я считаю, что он справился, справлялся и будет справляться. Поэтому было принято решение о назначении его на должность начальником управления. Началин главка заметил, что городское управление полиции – самое крупное подразделение в регионе, а Новосибирск – крупнейший муниципалитет в стране. Поэтому на главного городского полицейского возлагается особая ответственность, за которую в случае чего и спросить можно. А пока необходимо усилить работу по некоторым стратегическим направлениям, несмотря на общие положительные итоги. Та положительная динамика, о которой я сказал, она действительно есть, она прослеживается и по раскрытию, по выявлению преступлений. Необходимо поднять просто на новый, качественно новый уровень работу, именно оперативно-розыскную, оперативно-следственную. Мы с вами разбирали эти вопросы и взаимодействие между структурными подразделениями органов внутренних дел и работа руководителей среднего звена. Мелочей в вашей работе нет. Это в частности. А в целом свою задачу он, вновь назначенный начальник управления МВД России по городу Новосибирску, видит в обеспечении безопасности жителей города и смене менталитета своих подчиненных. На сегодняшний день поставлена задача, что в принципе у всех в удостоверении написано сначала полицейский, потом идет его основная должность. То есть водителю, конвойная служба. Но вначале идет полицейский. Вот нарушить личному составу на сегодняшний день то, что они должны непосредственно делать и для чего созданы согласно законной полиции. Наверное, хорошей мотивацией этому разумению послужит кадровая чистка в руководстве управления и не только. Именно с кадров намерен начать свою работу полковник Юрий Горчаков. С кадрами, как говорится, работать надо всегда. На сегодняшний день есть категория людей, которые, к сожалению, умеют работать, но уже не хотят. Значит, а есть категория людей тех, которые еще не умеют работать, но они стремятся к этому. Вот мы, по крайней мере, будем обращать внимание на вторую категорию, учить людей, учить людей и помогать им. И это было бы неплохо. Как и то, что поставил в приоритеты работы управления начальник областного главка. Внимательно относиться к обращениям граждан, которые должны быть рассмотрены все и в срок. Преступления раскрывать, правонарушения пресекать. А также не забывать о пользе взаимодействия со всеми ветвями власти Новосибирска. Осталось пожелать, чтобы все это новый начальник управления МВД России по Новосибирску Юрий Горчаков смог воплотить в жизнь. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, убийства. Им оказался 29-летний житель Сдвинского района Новосибирской области. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Как выяснили правоохранители, 4 июля 2016 года подозреваемый остановил машину потерпевшего, жителя Сочи, который ехал в сторону дома из Владивостока, и попросил его подвезти. В пути следования злоумышленник решил завладеть чужим автомобилем. Реализуя свой преступный замысел, подозреваемый нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, после чего вынес его тело из машины и спрятал в кустах у трассы Иртыш. Такова версия следствия. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России Искитимский, Иван Бессонов и Денис Старовойтов будут представлены государственным наградам за спасение человека из пожара. Патрульные находились на дежурстве, когда к ним подбежала женщина и сообщила о том, что в охваченном огне доме находится ее парализованный отец. Так как в дом через дверь проникнуть огонь уже не позволил, полицейским пришлось вырвать одну из решеток, которые стояли на окнах при помощи троса, привязанному к служебному автомобилю. Затем напарники сломали топором оконную раму и вынесли на руках хозяина дома. Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции пострадавший остался жив. В настоящее время мужчина находится под присмотром медицинского персонала и родственников. И вновь смерть в Новосибирске настигла человека на пешеходном переходе. За последние две недели это уже третья смерть на зебре. Вечером в 11 часов на проспекте Дзержинского водитель автомобиля Ниссан Кашхай, который следовал со стороны улицы Королева в сторону улицы Трикотажной, совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения данного автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода. Женщина-пешеход скончалась от полученных травм на месте ДТП. Водитель, как показала экспертиза, был в состоянии алкогольного опьянения и после наезда на человека пытался скрыться, но был остановлен неравнодушным таксистом, который догнал и заблокировал на дороге автомобиль нарушителя. На какой сигнал светофора иномарка проехал пешеходный переход, в настоящее время устанавливает следствие. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. Из чего складывается и от чего зависит общая безопасность на дорогах крупного мегаполиса? Новосибирские специалисты, видимо, считают, что от количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, так как из года в год продолжают с этим бороться. Только за 2016-й городские службы ликвидировали их более десятка. Сколько очагов аварийности осталось еще и как они влияют на количество жертв в ДТП, сейчас расскажем. Участок дороги по улице Первомайская в районе остановки Чапаева в Новосибирске долгие годы был чрезвычайно опасен для пешеходов. Однако недавняя его реконструкция все изменила, говорят, в ГИБДД города. Это один из участков, который в настоящее время нам удалось привести в соответствие. Установить светофорный объект, оборудовать подходные пути, установить дублирующие знаки, установить камеры, приборы, фотоидеофиксации и нарушений правил дорожного движения, в том числе и скоростного режима, который непосредственно влияет на безопасность дорожного движения. К сожалению, в городе Новосибирске это не единственный участок концентрации дорожно-транспортных происшествий. Аварийно опасные участки встречаются в разных районах города, в том числе и в его центре. Что, наверное, не совсем правильно, ведь места концентрации ДТП чаще появляются в новых микрорайонах, там, где движение еще не до конца отлажено. Взять даже центр города Новосибирска, Красный проспект Гоголя, где недавно был обустроен островок безопасности, так называемый. До этого у нас происходили практически ежедневные столкновения, ну и постоянно были столкновения с пострадавшими. Это вот элементарный пример. К сожалению, таких участков пока еще много, но будем совместно с муниципалитетом работать на устранение данной проблемы. В городском центре организации дорожного движения говорят о постоянном снижении количества мест концентрации ДТП. Мол, еще 2-3 года назад их было более 100, на конец 2015 года оставалось 49, а в настоящее время всего 30. Только на пешеходные ограждения у нас в этом году более 20 миллионов. Если в прошлом году мы потратили всего 6 миллионов, в этом году 20 миллионов, то четыре раза. Также по установке консольных опор над проезжей частью. Если в прошлом году мы установили всего 4 консольные опоры, то в этом году планами предусмотрено у нас 73 консольные опоры над проезжей частью. Это выбраны особо опасные места. Ограждение, консольные опоры для установки знака пешеходного перехода «Зебра», нанесенной термомастикой – это основные работы, выполненные муниципалитетом в этом году. И как-то смущает, что наряду с этим в полуторамиллионном городе за этот же период установлено всего два светофорных объекта. Создается такое ощущение, что дорожная сеть у нас не развивается, хотя это и не так. Но, видимо, в мэрии решили вначале со старыми проблемными участками до конца разобраться, которых еще немало. Красный проспект Карапоткина осталось. У нас место контраста дорожно-транспортных происшествий осталось. Связано то, что наезды на пешеходов. Там сейчас установили пешеходное ограждение буквально недавно для канализирования потоков. Место констрации ТП у нас на Римске 1905 года. Тоже в этом году будут доустанавливаться пешеходные ограждения. Тюленина, Свечникова. То, что в Новосибирске становится меньше мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, не может не радовать. Вот только наверняка многие жители города заметят, что процесс этот мог бы быть и немного динамичнее. А по поводу того, влияет ли количество аварийно-опасных участков на число жертв на дорогах города, однозначно ответить сложно. Мест концентрации ДТП в Новосибирске стало меньше в несколько раз, если верить специалистам мэрии. Число погибших тоже снижается, но не так сильно. А в этом году уже произошел даже рост по этому показателю и значительный. За 9 месяцев дорожно-транспортных происшествиях в Новосибирске с жизнью расстались 63 человека. Так что получается, рапортовать о снижении количества аварийно-опасных участков – это не совсем то же самое, что обеспечить безопасность на дорогах города. Есть мнение, что одна из потребностей, глубоко коренящейся в человеческой природе, состоит в стремлении к свободе выбора занятий и их разнообразию. Именно эту потребность решила удовлетворить у своих ветеранов командования войск Национальной гвардии Сибирского округа. Приурочили мероприятия к декаде пожилого человека. Получилось очень необычно. Устроили не только показательные выступления спецназовцев, но и соревнования по стрельбе из автоматов и пистолетов среди самих ветеранов. Мы оценили боевой дух и воинскую подготовку стрелков, убеленных сединами. Ветеранов Новосибирского гарнизона внутренних войск, которые теперь реорганизованы в Национальную гвардию, собрали на базе отряда специального назначения «Ермак». Приехать смогли около ста человек, но они не пожалели о потраченном времени. Перед ними выступил командующий. Нам есть чем гордиться. Войска округа занимают ведущие места в войсках Национальной гвардии. Сегодня мы в свои ряды принимаем, буквально с сегодняшнего дня уже начинается плотная работа, более 20 тысяч сотрудников полиции, которые вольются в наши ряды. У нас добрые традиции были, есть и будут. А в традиции здесь чествовать своих ветеранов. Их много. Только в Сибирском округе порядка 5 тысяч. В том числе около 800 человек в Новосибирском гарнизоне. Всех собрать, конечно, невозможно. Поэтому все внимание получили те, кто нашел себе силы и приехал. Я хочу, чтобы вы сегодня просто пообщались, отдохнули и посмотрели, и порадовались, что что-то мы делаем очень полезно и правильно для нашей России. Как это полезно и правильно могут делать спецназовцы «Ермака», показали тут же. Ветеранам наверняка их выступления понравились. То, что эти ребята демонстрировали, действительно впечатляет. После того, как к мемориалу возложили цветы, всех ветеранов отвезли на полигон, недалеко от села Раздольного. Вот там уже самим гостям пришлось показывать, кто на что способен. Первый рубеж – стрельба из автомата Калашникова. Второй рубеж – стрельба из пистолета. Давалось всего по три патрона, поэтому многие волновались и долго целились. Несмотря на преклонный возраст участников соревнований по стрельбе из боевого оружия, результат оказался довольно высокий. Из пистолета лучший стрелок выбил 29 очков из 30 возможных. Из автомата чуть меньше – 28. Навыки у ветеранов остались. Постреляли с удовольствием и с автомата, и с пистолета. Было организовано пошление ветеранов за первые, вторые, третьи места из автомата и из пистолета. Поэтому ветераны показали себя самым хорошим образом. У вас какой результат был? У меня лично с пистолета 28, с автомата 28 очков. Из скольки возможных? Из тридцати. Ну а после был концерт и танцы. Песни разных лет о России, о Сибири, патриотические, о любви и просто о жизни. Давай, братишка, первым запивай! Переживем, переживем. Печали, користь, разлуки. Переживем, переживем. И все как надо будет и у нас. Вот так активно и насыщенно отметили Международный день пожилых людей, ветераны внутренних войск Новосибирского гарнизона. Теперь воспоминаний уж точно хватит до следующего праздника. Один мудрый человек заметил, число лет еще не свидетельствует о длине жизни. Жизнь человека измеряется тем, что он в ней сделал и прочувствовал. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. И пусть ваша жизнь будет длинная и насыщенная. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и мир вашему дому! Субтитры подогнал «Симон»!